В муниципалитет глава региона прибыл с рабочим визитом. На полях там кукуруза растет на камнях. Когда-то на этом месте был карьер по добыче галечника. Чтобы использовать эти земли как сельскохозяйственные, аграрии внедрили современные системы орошения. Виноградная лоза обычно, там каменистая почва, потому что считается, что лоза должна страдать, чтобы было хорошее качественное вино. Но чтобы кукуруза должна страдать, чтобы была хорошая сладкая кукуруза, я еще такого не слышал и не видел. Вот первый раз вижу, чтобы вот на такой почве, а это почвой не назовешь, растет кукуруза. Вокруг нашего предприятия много земель, которые не обрабатываются никем, потому что люди не могут рисковать идти на это. Мы раньше получали урожай на здесь 25-30 центнеров. После введения этих сейлок и системы полива, вот орошения, круговые машины, мы сегодня кукурузы получаем 100 центнеров с гектара. Галики, хорошего хозяина, наверное, и даже камни родят, как говорится. Это уже сегодняшняя технология выращивания кукурузы, и вы их применили. Это, наверное, честь вам и хвала. Выращенный урожай не только кукурузы, но и пшеницы отправляют на местную кондитерскую фабрику. В год там производят до 20 тысяч тонн печенья, конфет и зефира. Именно такая продукция из экологически чистого сырья должна сегодня быть в приоритете на прилавках кубанских магазинов.